Да. У меня два вопроса. Да, пожалуйста. Во-первых, за что вас посадили в тюрьму в США? Когда? Меня сажали несколько раз. Я постараюсь назвать разные причины для разных случаев. Да. Я не говорю о каких-то конкретных случаях. Вопрос стоит в целом. Разве это не противоречит званию раввина и главы религиозной школы? А второй вопрос следующий. Все евреи обязаны жить в Израиле. Почему, когда вы баллотировались в Кнессет, вы не отказались от американского гражданства, и Израиль просил США отобрать его у вас? Хорошо. Что касается первого вопроса, то всегда, когда меня признавали виновным, я нарушал закон ради евреев. Я год провел в федеральной тюрьме за русских евреев. Сегодня вы, наверное, думаете, что проблема советских евреев всегда была на повестке дня, что евреи всегда боролись за их освобождение. Но вы так думаете только потому, что молоды. Когда вас еще не было на свете, среднестатистический еврей в этой стране даже не подозревал о проблеме советских евреев. Поэтому я нарушил закон. Мы бросили бомбу в русское здание и вывели эту проблему на первые полосы газет. Я горжусь этим. Я исполнил заповедь. И с тех пор Советский Союз отпустил четверть миллиона евреев, тогда как до этого не отпускал никого. Каждый еврей, который не отправился тогда в тюрьму, однажды ответит перед великим судьей. Извините, сейчас я говорю. Теперь. 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 Теперь.